Глава района провел совещание по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, где обсуждались все организационные вопросы. Были заслушаны ответственные лица, занимающиеся подготовкой данного мероприятия. На территории района у нас установлены обелиски воинской славы, то есть агенты культурно-наслей, посвященные Отечественной войне. У нас вообще в районе два парня, которые стали официально-федеральное обозначение, это могила Шерова-Вознесеновки и там 34-й городе Омурский. Также на территории района установлены 11 обелисков воинской славы, то есть в каждом круглом поселении есть обелиски. Мы все установили, а облитовка их два. Один в центре около школы, второй для территории воинской части. Паритные знаки у нас два установлены, воинской часть поселка Тесин и поселок Езвесковый. Три мемориальные доски, Вознесенская, название улицы братьев Бородиных, погибшего во время войны, три брата. Город Омурский, ревновали бульвар, центральный проспект Победы. И в пятом году мы установили мемориальные доски на жирном вокзале станции Мылки. У нас есть воинское захоронение станции Подоли. Летчики, погибшие во время стальной самолета в 1943 году. Обелиск Амурск в этом году они подъявили в порядок, сделали радиоконструкцию, реставрацию, устройство сделали. Установили новый обелиск Селяча у нас, потому что территория не изменилась, аудитория. Нам просто надо подъявить в порядок, подновить каким-то образом воинское захоронение Подоля. Там в школе они активно участие принимают, приводят в порядок, но все это устареет уже. Вот это надо посмотреть. Основная задача районной организации ветеранов войны и труда – с поддержкой всех сфер социального обслуживания, администрации района, поселений сделать так, чтобы дата 70-й годовщины со дня Великой Победы прошла на самом высоком уровне. Наша обязанность – организовать всех ветеранов на участие во всех мероприятиях, которые праздничны. Активом ветеранским, который у нас создан, первичными организациями города, в настоящем, в основном города, конечно, потому что в сельских поселениях у нас практически ветеранов осталось очень мало. И контингент, конечно, с каждым днем и годом становится все взрослее, и работу такой большой не ведется. Значит, ну а здесь, значит, мы сейчас организовали, конечно, три больших смотра конкурса, которые, значит, смотр-конкурс среди первичных организаций, всех, значит, он у нас и в городе, и в районе, значит, который включает в себя два еще дополнительных смотра, значит, смотр-конкурс стенных газет, плакатов, которые мы будем подводить итоги уже, вот, начиная с начала года, в феврале месяца мы уже должны будем это подвести итоги, и смотр-конкурс художественной самодеятельности. Наше участие во всех районных мероприятиях, которые будут проведены, я думаю, что мы все это стараемся организовать в силу возможностей. Но хочу, конечно, сказать, что наш контингент с каждым днем становится все со здоровьем слабее, поэтому вот даже на приемных голове, значит, очень-очень сложно людей найти, потому что большая часть наших ветеранов требует уже поздравлений на дому. На сегодня ведутся обследования социально-бытовых условий жизни участников войны, вдов, тружеников тыла. По результатам обследований проводится анализ нуждаемости в различных видах услуг. По возможности оказывается помощь в рамках предусмотренных федеральным и краевым законодательством. Празднование 70-летия будет отмечаться во всех поселениях района широким привлечением населения, ветеранов и пожилых людей района. На сегодняшний день в неблагоустроенном жиле проживают 44 человека, из них 33 труженика, это 11 вдов. Ну, остальные проживают в благоустроенном жиле. Значит, и у нас есть еще одинокие, либо одиноко проживающие, это 38 ветеранов тоже. Ну, как бы такой категории, естественно, повышенное внимание. Ну, все, кто нуждается на обслуживании, приняты, на домное социальное обслуживание. Ну, есть граждане, которые, ну, как бы, пока стараются своими силами что-то делать, пока не изъявляют желание, чтобы их... То есть пока помощи нет, ребята? Да, есть такая категория, конечно. Продолжится совместно с молодежью и учащимися школу проведение акций «Ветеран живет рядом», «Милосердие», «Нет забытым могилам», «Письмо ветерану». Разработан логотип празднования 70-й годовщины со дня Великой Победы амурскими художниками Валерием Сусловым и Борисом Клистовым. Будут продолжены мероприятия по поисковой и исследовательской работе, по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны, жителей Амурского района, в рамках деятельности краеведческих школьных музеев боевой и трудовой славы, истории города, района. Ведется работа по приведению в порядок памятных знаков, обелисков воинской славы, воинских захоронений, санитарной уборки и благоустройству прилегаемых к ним территорий. Традиционно будут проводиться торжественные линейки, классные часы с приглашением участников войны и тружеников тыла. В крае принята государственная целевая программа развития социальной защиты населения Хабаровского края, которая включает в себя досрочные краевые целевые программы, в том числе социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2013-2015 годы, доступная среда на 2013-2015 годы. В 2013 году утверждено главой поселения города Амурск согласование с обществом, ограниченной ответственностью СП «Память» по открытию на кладбище города Амурска «Аллеи славы» для захоронения участников Великой Отечественной войны, почетных граждан города и района, первостроителей, награжденных орденами до 1990 года. Главной площадкой праздника по традиции станет обелиск участникам Великой Отечественной войны в городе Амурске и Центральная площадь города. Жители Амурского района ждут выступления творческих коллективов, театрализованные представления, полевая кухня. День Победы – это любимый праздник всех россиян, и каждый считает своим святым долгом прийти и поклониться подвигу живых и памяти павших. Именно поэтому делается все необходимое, чтобы поучаствовать в торжествах смогли все желающие. День Победы – это любимый праздник. День Победы – это любимый праздник. День Победы – это любимый праздник. День Победы – это любимый праздник.